И всем привет ребят, с вами Страбанки, с вами записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзору нового устройства, которое у нас появилось на Striker, пусковая установка Faust. Это устройство, которое дает возможность нам супер быстрой сводки, ну и спустя где-то 500 открытых ультраконтейнеров я все-таки выбиваю это замечательное устройство, и мы сегодня его вместе с вами протестируем. Ну а если вам нравятся подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов, для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте ему личный тактимпэйн, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо корпуса, на чем мы сегодня ребятки вместе с вами сыграем, давайте попробуем одеть что-нибудь вроде дефолтного викинга, корпуса который наверное не супер сильно будет подходить под этот Striker, но по сути его вся актуальность в как раз таки сводках, поэтому мы будем стараться на постоянной основе сводить противника, ну и посмотрим какой урон будет вылетать, и насколько эффективно вообще будет работать это устройство. Исходя из тех параметров, которые написаны, в этом устройстве что-то мне подсказывает, что оно может быть очень даже неплохим, а может быть даже и супер имбовым. Так ли это на самом деле? Проверим сейчас вместе с вами. Запикивают меня на Джиггернаута, ну и в рамках Джиггернаута наверное я бы не хотел бы сейчас тестировать это устройство, возможно в одном из следующих видеороликов мы попробуем затестировать это устройство сразу же против Джиггера, а сегодня хотелось бы просто первое впечатление дать о устройстве и о том как оно вообще работает, познакомиться, может посмотреть насколько оно в мете, насколько оно в порядке. Ну и дальше уже будем отталкиваться от этого, можно ли его будет реализовать в дальнейшем в рамках нашего замечательного Джиггернаута. Ага, понял, меня сразу сомничтожает, значит я могу уже идти обновляться. Какая-то текстура сработала, античист системы и после этого всегда у нас пропадает урон, поэтому лучше я сразу же перезайду, нежели буду еще респиться и тратить время. Лучше сразу мы обновимся и посмотрим, 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 что же там у нас будет. Так, покаточки у нас Александровска, режим CTF очки. В принципе, наверное, неплохой вариантик для попытки реализации этого устройства, ну и наша задача как раз-таки стоит в сводке оппонента. Сводка довольно быстрая и из нее сколько летит страйкеров? Сколько летит страйкеров из этой сводки? Как-то непонятно, она сводится, то есть расстояние какое-то есть определенное, с которой оно работает, да, я так понимаю. С определенного расстояния работает эта сводка. Так, и она всего лишь с двух ракет? Я точно взял то устройство? Я не тандем взял? Почему две ракеты? Почему у нас две ракеты всего лишь летит? Так, по ходу дела, как будто я не то устройство взял. Сейчас проверим. Сейчас посмотрим. У меня, может быть, оно просто не оделось? А, ну да, наверное, не оделось. О, нет, оделось. Не понял. А что за прикол? Ну, а что у нас две ракеты? То есть это тандем 2.0, что ли? Это просто тандемное устройство заабьюзенное и заапгрейденное или что? Я не понял прикола. А, три ракеты. Все-таки три ракеты летит. Не две. Три ракеты. А, то есть это, короче, своего рода триплет на страйкера, да? Новый триплетик на страйкера. Почему мне изначально показалось, что там две ракеты? Там они просто так моментально влетают, походу, да? А, да, они там моментально влетают, вторая, третья, и поэтому я немножечко ошибся в этом плане. Но по расстоянию здесь прям средняя диста. Прям средняя диста со сводкой. Сейчас посмотрим, как оно будет работать без сводки. Без сводки, по ходу дела, это должна быть автоподрывка. Автоподрывка типа дистанционки. Дистанционки? Если это так, то может быть интересно. Смотрим. Подрывается оно, не подрывается. А, да! Она автоматически подрывается! А, это автоматическая дистанционка с тремя сводками на ракету, да? Пробуем. А почему? А, у нее только определенная дистанция еще. Ё-моё. Нифига себе. Вот это модернизированное устройство. Короче, оно работает только, я так понимаю, на средней маленькой дистанции. На большой дистанции оно не работает, от слова, совсем. И автоподрывается. То есть, наша задача попробовать сейчас аудишку прожать. Посмотреть вообще, что у нас тут по накидке будет. По накидочке что у нас тут будет. Ага. То есть, я, короче, могу стрелять постоянно в молоко. Но, даже, и оно все равно будет рядом с противником подрываться. Подожди, а сам я могу подорвать? Нет, сам не могу подорвать. Ага. Интересно. 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 Очень интересное устройство. Но, по сути, наверное, больше оно работает со сводки, да? Со сводки оно поинтереснее работает. Со сводочки у нее как будто есть больше преимуществ, чем с обычных выстрелов. Потому что сводка дает сразу три моментально быстрые ракеты. Только сейчас вот у меня ни одна из трех ракет не залетела по оппоненту. Появилась, кстати, у нас темка с отображением подборов флагов. И это та обнова, которую я лично очень сильно ждал. И то обнова, которой мне лично не хватало в нашей игре. Так, ну и как будто бы... Как будто бы можно было бы даже, наверное... Так, а вот если расстояние маленькое, почему-то не срабатывает дистанционка. Какое-то очень странное такое устройство. Мега странное устройство. Мега странное. То есть, вроде как... Вроде как оно и неплохое. Но дистанция... Не, дистанция очень маленькая. Очень маленькая дистанция. Да, то есть на средней ты можешь накидочку оформлять. А вот на большем расстоянии уже... Как раз таки... Как раз таки ничего не получится. Вот так вот, да, ребяточки. Так вот. Вот так вот. Так вот. Попробуем накидать. Так, хоппер заходит на карту. А, вернее, переодевается, чем был на аресе. Так, ну пробуем прожать овердрайв. Посмотрим, что у нас тут под оверкой. Ага, себя сливаем быстро. Ну такое... Неоднозначное, если честно, устройство. Очень неоднозначное устройство. Я привык все-таки на страйкере играть от расстояния. А тут тебе заставляют играть от середины. И даже где-то смещаться в упор к оппоненту. И то есть, если у тебя дистанция уже разрывается с оппонентом, ты уже нанести урон по нему не можешь. От слова совсем. Да, то есть, ладно бы ты там мог нанести, но небольшой урон. Окей. Но... Но, как говорится, когда ты не можешь нанести его от слова совсем никакого на большой дистанции, то это смотрится уже как-то не очень однозначно. Да, и вот эта вот дистанционка тоже не совсем понятна, как работает. Да, то есть, как будто бы она вроде как и неплохая тема, да. Но неплохая для кого? Для тех, кто не умеет играть на дистанционке? Возможно, да. А я, так если честно, машинально все равно все время нажимаю еще один клик, чтобы подорвать ракету. Да, то есть, например, для меня это, ну, не дает вообще никакого преимущества. А где-то даже работает в минус, если, например, на средней дистанции, вернее, на ближней дистанции у меня просто ракета улетает вперед. То есть, мне это будет работать даже в минус. То, что я не могу сам подорвать дистул, и она летит с определенным расстоянием. То есть, это тоже дополнительный минус. Получается, из плюсов остается более быстрая сводка с тремя только лишь ракетами. И с возможностью наносу урона на именно средней дистанции, вот видите, вот тут вот такая дистанция уже не работает. То есть, чуть-чуть ближе надо брать. То есть, видите, вот дистанция не работает. Вот с такого расстояния ты только можешь свестись. Да, и залетает моментальные три ракеты по оппоненту. Да, то есть, ну, оно такое, неоднозначное очень, если честно. Я что-то думал изначально, что это такое прям будет супер вкусное имбовое устройство. Но на самом деле, если честно, ничего такого сверхъестественного в этом устройстве я не вижу. И если сравнивать, как я уже сказал, с дистанционкой той же, то мне дистанционка нравится больше. То есть, я бы дистанционку лучше бы использовал, нежели это устройство. Да, и выбивать его, потеть ультраконтейнеров. Ну, наверное, только если чисто для коллекции. А так, ну, например, вот сравнить это устройство с двадцаткой. Да, ну, я вообще не могу. То есть, в моем понимании, двадцатка выглядит намного жестче. Может быть, я, конечно, что-то неправильно делаю. И поэтому у меня реализация устройства не супер крутая. Сейчас мы еще после катки зайдем, почитаем параметры этого устройства. Посмотрим, что там вообще интересного у нас написано про это устройство. Так, кочек нас не догоняет. Доставочку шестого мы делаем. Так, ну и как-то, знаете, даже в моменте и сводиться-то особо не хочется. Даже как-то и особо сводиться не хочется. Хоть и как бы у тебя более быстрая сводка, но из-за того, что эта сводка работает только с определенного расстояния, то в моменте как-то даже и сводиться особо сильно мне не хочет. Да? Так что как-то так. Как-то так. Так, шесть-ноль, ребяточки. Шесть-ноль. Шесть-ноль. Хоппер прожимается. Три-тридцать до конца. Ну и одна минуточка. Ой, одна минуточка. Один флаг у нас остается. У меня 400 очков, при том, что я запикивался в практически нулячую катку. Да? Я считаю, что это, ну, довольно маленькое количество. Сводка также быстро слетает. Как и у дефолтного страйкера. Ну и в целом... В целом, я как-то не поражен, честно. Честно, я не поражен от слова совсем. Я что-то думал, что это будет что-то более интересное, более жесткое. А по факту мы видим обрезанную дистанционку для тех, кто не умеет играть на дистанционке. И устройство, которое работает исключительно только на средней дистанции. Крит, конечно, вкусный, на 3-300 залетает. Но это, по сути, дефолтный крит. Да, то есть это дефолтный крит. Здесь нет ничего такого тоже сверхудивительного. Того, чего я, например, на страйкере не видел. Или же все-таки больше урон. Или же все-таки урон больше, чем у дефолтного страйкера. Ну, в любом случае, сейчас зайдем, посмотрим. Так, катка у нас заканчивается. Так, открываем википедию нашей замечательной игры. Так, устройство. Устройство, устройство, страйкер. Смотрим, где у нас новое устройство. Тандем, гидра, фауст. Перезарядка минус 50, наведение минус 50, пауза между ракетами в залпе минус 50, дальность 40. То есть у тебя есть быстрая перезарядка, но при этом дальность ограничена. Где-нибудь на маленьких, средних картах, я думаю, что оно будет более актуально. То есть на каком-нибудь сандале, на каком-нибудь песке. Я думаю, что оно будет лучше себя показывать. Но на картах, на которых практически всегда кидает в матчмейкинге, я думаю, что это будет не такое жесткое устройство. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Если вы еще вдруг не подписаны, у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok